Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавирусной инфекции можно охарактеризовать как пандемию. Это значит, что болезнь распространяется не только в пределах одного города или страны, но и по всему миру и поражает множество людей. Всего в 114 странах зарегистрировано около 118 тысяч случаев заражения коронавирусом. 28 – это официальное число заболевших COVID-19 в России. На территории нашего региона ситуация пока спокойная, ни одного заболевшего не зарегистрировано. Несмотря на это, ответственные работодатели начали проводить профилактику и усилили контроль за состоянием сотрудников. Яркий пример тому – медиахолдинг Тверской проспект. Начало нового рабочего дня. Сотрудники стекаются на пункт пропуска, встречают всех охранников, у которого в руках тепловизор. Пара секунд решения о том, пройдет сотрудник на свое рабочее место или нет, вынесено. Убедиться в том, что человек здоров, можно на посту охраны. Здесь же вам измерить температуру и поставить диагноз. Либо вы здоровы, либо нет. Итак, посмотрим, какая у меня температура. 36,5. Могу идти работать? Да, конечно, да. Измеряю температуру всем без исключения. Роскомнадзор пояснил, чтобы провести такую манипуляцию, согласие сотрудников организации не требуется. Ведь мера эта профилактическая. И только пройдя ее, можно приступать к исполнению своих служебных обязанностей. 36 ровно. Если же температура выше нормы, то сотрудника отправляют домой. В качестве индивидуальных мер при пандемии ВОЗ рекомендует людям с острыми респираторными заболеваниями оставаться дома и минимизировать контакты с членами семьи и окружением вне дома. А также изолировать себя при первых признаках любых симптомов болезни. Начальные симптомы, они, собственно, ничем не отличаются от гриппа и ОРВИ. Потому что это коронавирус, это вирус, который поражает и человека, и многих животных. Но в данном случае вот этот вирус, который все-таки путем пассажей, вот он от животных, от диких животных, новую, так сказать, экологическую нишу обрел и переместился на человека. В целом, ситуация с заболеваемостью в нашем регионе в зимний период 2019-2020 годов стабильная. Увеличилось количество тех, кто вакцинировался и не прогадал. В Верхневолжье за 4 месяца расчетный эпидемический порог ни разу не был превышен. На сегодняшний день в Тверской области проблема с заболеваемостью находится на стабильном уровне. Да, мы сейчас в середине сезона заболеваемости ОРВИ и гриппа. Что касается других инфекционных болезней, то заболеваемость не превышает среднемноголетних значений. Продолжая тему коронавируса, то в ряде регионов страны уже введен запрет на проведение массовых мероприятий. На территории нашего региона какие-либо ограничения пока отсутствуют. Ни одного заболевшего не зафиксировано. Подозрения на заражение тверичанина COVID-19 были 4 марта, но случай не подтвердился. Контроль за ситуацией был у регионального правительства. Проедена вся работа. Приехали сотрудники скорой медицинской помощи, экипированные в специальных костюмах, как это сейчас по регламенту и необходимо. Дальше человек сдал необходимый анализ, размещен в милицарском боксе в Калининской ЦРБ. Отметим, что Россия в целях предупреждения распространения коронавируса прекращает с 13 марта выдавать визы гражданам Италии. Италия, в свою очередь, перестала пускать на свою территорию россиян, если визит не подтвержден острой необходимостью. Об этом сообщило российское посольство. И, наконец, на фоне того, что ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса, хорошие новости из Китая. Накануне пациенты покинули последний временный госпиталь в Ухане. Все выздоровели.